Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают возрождение новой жизни, нового дерева, будут радовать нас. Вот эта картина написалась легко и быстро. Очень красиво. 71 год вы начали? Да, 71. Почему так вы ждали? Талант этот спал или как? Вообще никакого таланта. Я и до сих пор не понимаю, как они у меня получаются. Я не верю даже себе. Я не могу понять, откуда он взялся. Вот он мне дал вот это вот. И причем как он наставник мой, учитель, я называю его, студент. Я говорю, как я должна описать, как кисточку брать, как там все это. Как ты считаешь нужным, так и делай. Мне уже было поздно учиться там где-то, ну, в академии или в училище, как рисовать вот эти кубики и там еще прочее. Вот поэтому, говорит, ты должна именно сама чувствовать себя. Ну вот, мне так подумала, действительно, попробовать, раз есть возможность, почему нет. Ну вот, да, только что до начала эфира говорили то, что вы со своим внуком, дочкой полетели в Германию. Не полетели, они там живут. Да, они там живут. Полетели вы? Да, вы туда полетели, да. Как это началось? Часто летаю, да, часто летаю, поэтому, ну вот, первая картина, здесь ее нет, «Дорога к храму». Там у дочки была картина такая, неизвестного художника, и, ну, в общем, мне понравилось, думаю, дай-ка я попробую, с такими мазками крупными, там где-то все, платаны. Ну, наверное, там можно найти потом, если придете, посмотрите. И вот я стала ее писать, посмотрю, там еще деревья вот так в ряд. Ой, как вот эти деревья ставить их? Я черетила и так, и так. Ну, интересна была работа. Я говорю, ну как? Ничего, разберись сама. Вот этот его настрой на собственное внутреннее мое «я». Вот он мне все время помогает, я вспоминаю, как говорит, ты должна прислушиваться к себе, как ты хочешь. Вот, я так все картины писала. Если мне нравится какая картина, ну, я сначала, значит, училась на художниках, те, которые мне нравились. Ван Гог, например, мне очень нравился, его мазки, все яркие такие картины. Ну, вот, кстати, между прочим. Ну, это моя, не Ван Гог. Нет, нет, что-то вот похоже есть. Так что у него «Подсолнухи» называется. «Подсолнухи», да, «Подсолнухи» у меня тоже. Вот как раз «Подсолнухи» писал. Ну, короче, вот так начинала я учиться на каких-то конкретных картинах, которые мне нравились самой. Вот они там нравятся, я начинаю там копаться, краски достаю, кисти там все достаю. Ну, вот так вот, дальше я училась. Босхард, эти цветы, букеты, это Босхард, он жил в 1600-х годах, ну, я не помню подробностей, ну, просто я запомнила историю. Мне нравились начинать рисовать картины с историей какой-то, история у этих художников. И вот эти картины, букеты, я, этот человек, мужчина, он был художник. Раньше, тогда, в 1600-х годах, рисовали в основном богатых, знаменитых людей, с длинными там одеяниями, там, шелками, золотом, все. А цветы как-то мужчина не очень, там, стыдно было рисовать. Ну, что такое, цветочки там мужчина будет писать. Вот наш цветочек. Да. Ну, а он решил, буду рисовать букет. В общем, арки, там у них всегда арки, арки, вот у нас тоже остались арки. Вот, и, в общем, вот эти два букета, которые, значит, такой в глухой стене арка, второй букет, такой, оконная арка. И там вдаль видны, значит, там какая-то панорама. Вот я их тоже нарисовала. Это было так трудно. Каждый цветок, вы знаете, там столько цветов было. И я вырисовывала, я училась этим. Вот, мне очень, в общем, большое удовольствие, когда получилось. Вот, смотри-ка, получилось. Все здорово. Так, а выставки? Когда будет выставка? Где? Как можно будет посмотреть? Выставка у меня уже с 16-го числа идет. Я тут на расхват, там они же в книжке всякие там пишут интересности. Я очень счастлива, я никогда не думала, что я смогу выставляться. Но потом 78 лет, что-то, думаю, уже столько этих картин написано. Ну, надо, наверное, может быть, показать. Вот их, может быть, посмотрю. А сколько у вас картин? 40? 40 с чем-то, да. 44, там, вот такие картины. Разные. Я люблю разные. Мне не нравится однообразие. Ну, вот цветы, конечно, многовато, там, но все равно цветы это можно. Действительно не будут. И вот они как-то говорят мне, что мой стиль немножко похож на реалистический. Я не люблю там где-то угадывать какие-то в мозгах что-то. Поэтому они где-то похожи что-то на цветок там или похожи на еще... Реалистический минимализм, так скажем. Это вот три картины мои такие, реалистический минимализм. Здесь реально... Так, три квадрата черного малейства. А, вот этот квадрат... Черный в белом. Это сломанные очки, наверное, разбитые очки. Да, каждый по-своему трактует. Ну, короче, я слушала эти лекции этого черного квадрата. Там часами раздутые вот это восхищение. А как он писал, как здорово. А что же он там такое, в общем, решил показать людям. Ну, вот что-то мне показалось слишком... Сто лет с лишним и все эти восхищения. Потом эти анекдоты есть, как черный квадрат. Сторожа писали в подвале ночью и украденные картины восстанавливали. А это цветочек? Нет, подождите. Это еще тут целый... Да. И вот потом, значит, у меня пришла мысль. Вот через розовые очки смотрят на этот черный квадрат. Надо, в общем-то, разломать эти розовые очки. Призму, через которую мы смотрим. Да, мы все смотрим на нашу жизнь. Там нас устраивает долгое время, мы так живем. И, в общем-то, мы не можем туда-сюда куда-то отойти. Вот в розовых очках мы видим, может быть, нашу ситуацию, нашу жизнь. Но наши проблемы, не знаю, бывает такое. А может смелости не хватает посмотреть, да? Да, надо разбить вот эту ситуацию, отойти, перейти в другое измерение, в другое дело. Заниматься, если не идет из дела. Что ты там привязался к этому делу? Попробуй, значит, это не твое. Возьми и смени. Вот такое вот, я думаю. Вот эти розовые очки, вот тут разбились они. И, оказывается, там ничего такого нету, собственно говоря, там вот чернота. Там то же самое. То же самое. Настоящая реальность. Реальность такая, да. И он должен уйти. Там у меня еще одна картина есть, как бежит человек вверх. Вот он убегает от этого розовых очков и ищет себе новую жизнь. Сверху дойдет. И там будет счастлив. Ну, не знаю, но я влюблен... Ну, и что-то... А что-то как от него будет оторваться? Когда вы показывали картину, я сразу не схватил, пожалуйста, вот... Я не знаю, вот этот цвет, он прям просто... Да, да, да. Настолько, да, привлекает взгляд. А что-то вас не привлек цветочек? Нет. Нет, я про него. А, ну, он такой классный. Это тоже здесь, знаете, что здесь получается тоже мимолетность его названия. Вот наша жизнь, это вот мак, он так быстро развивается, потом, значит, зреет, потом расцвел, и нету. Дунул ветерок, нету. И тут мимолетность жизни. И тут начинается новая жизнь какая-то на этом месте растет. Голос, который созреет и тоже упадет, и тоже новая жизнь начнется. Ну, как говорится же, у... Мимолетность называется. У каждой картины свой зритель. Вот поэтому, видимо, это вот ко мне. Да, да, да. Я тормать от этой картины. Ну, слушайте, а в молодости или в детстве у вас не было стремления рисовать? Никогда. 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 Вот честно скажу. Никогда. Вообще, я ничего, даже пробовать. Если мы в детстве эти альбомы, как все писали, стихи, так там, значит, эти цветочки через копировальную бумагу приходилось это снимать. А так... Да-да-да-да-да-да-да. Я понял просто. Ну, и, наверное, сейчас пишут. Ну, короче говоря, ноль-ноль. Ну, а как ваши внуки, семья, как отреагировала на то, чтобы вы начали картину рисовать? Они счастливы, они поддерживают меня, все поддерживают. Я говорю, ну, как вот я нарисовал, бывает так, советую, если что, там, мне кажется, не знаю, чего. Ой, хорошо, хорошо. Я говорю, ты, наверное, специально говоришь, потому что я твоя бабушка, поэтому его хвалишь. Нет, нет, говорят, действительно хорошо. В общем, они так уверяли. Но я, конечно, все равно так сомневалась пока до этой выставки. Мало ли там... Можно ли будет приобрести ваши картины? Вопрос. Ну, это, конечно, сложный вопрос, потому что мои картины написаны на разных материалах. Соседи давали там себе дома строили, новые там ремонт делали. Надо тебе, Нелли? Я говорю, ну, ладно, все пойдет. Ну, такие, на разных этих досках и прочее, прочее. Самый такой интересный вопрос, который меня интересует. Как долго времени уходит у вас на картину? На одну картину, на одну работу. Разное время, разные времена. Некоторые, это вот нормально шла, где-то, может быть, день, два, три, около трех, может быть, день. Там пока все подсохнет, там сделаешь, где-то там допишешь. А для очков? Ну, очки, очки вот эти трудно давались. Так, квадрат я рассчитала, все. А вот очки, сначала был другой вариант. Ну, в общем, сложно было как-то их сюда вложить. Или так сделать, или так, или... Ну, в общем, вот это, отмелька очки, в общем, у меня это... Тяжелые были. Трудные были. Ну, а насчет материала, мне кажется, это наоборот даже очень интересно, потому что я вспомнил момент, когда Сальвадор Дали, когда был маленький, на первое, на чем он рисовал, это была его дверь. Он просто подошел и нарисовал на двери, да. Это была вишня, кажется, корзина с вишним. Так что, мне даже кажется, это будет интересно. Ну, тоже говорят, что, в общем-то, мы не против, и с таким материалом... Ну, есть, вроде бы, желающие там, кстати, предлагают. Ну, просто сейчас очень популярно то, что видео в Инстаграме они рисуют и на двери, и на руке, и на теле, и везде. Так это искусство на живых. Да, это искусство любое, ну, а мне так нравится. Главное, передать то, что ты хочешь, не важно. Да, я просто так хотела оставить что-то для себя, после себя интересное. Вот хотя бы, думаю, где-нибудь заваляется моя картина через сто лет, может быть. А кто знает, может быть... А это же была Нинель Александровна, да? Нинель. А имя очень нравится. А кто такая она? А кто такая она? Да, а, ну, вот хотя бы слово, имя мое произнесло. Потому что мое имя внуки и внучки, они никто никогда не назовут. И в будущем меня зовут. Это такое имя, вряд ли слишком захотят мои потомки. Пока нет. У меня такая просьба, я очень восхищен вами, честное слово. То, что вы, не боясь, ставите работы, взяли кисточку в руки, рисуете. И мы такая просьба, вот нашим телезрителям, наверное, такое вот пожелание, совет именно от вас. Я просто восхищен, честно скажу. Я хочу, чтобы все не думали, что жизнь кончена, мы старые, мы ничего уже не можем. Опробуйте. Вот что вам как-то хотелось в своей жизни, иногда где-то в глубине, в глубине какой-то зависти к чему-то, или хотелось достичь чего-то, ну, хобби, можно сказать, не получалось. Дети растут, внуки, надо им помогать, надо везде работать, все делать. А вот это время, когда уже освободился, руки, может быть, не так могут делать что-то, вязать там, или что-то делать там, по хозяйству, в земле копаться. Я не могу, вот. Значит, вы загляните в свою душу и вытащите сокровенное, и пробуйте, и не надо бояться, не надо бояться. Один раз взялись, и что-то вроде криво, косо, другой раз, третий. Продолжайте, и увидите, вот эта вот сила вашего интереса, вашей души, она будет проявляться. Надо это вытаскивать, помочь сокровенному, который где-то у тебя там внутри был. Я бы так хотела, чтобы, да и вообще все, и молодые, и старые, чтобы они не боялись вот этих трудностей, и преодолевали их, и там, в общем, получается, всегда есть хорошее. У нас в гостях была замечательная, очаровательная Нинэль. Я вас так представлю. Вы прекрасная художница, пойдите на выставку, посмотрите, может быть, именно там вас ждет та самая картина, которую вы хотели как-то приобрести, увидеть. Потому как осталось 2-3 дня, выставка будет длиться с 16 по 26 октября. Есть считанные дни, когда вы можете посетить, посмотреть, лично с вами пообщаться, поговорить о ваших картинах, пообсуждать. Я думаю, будет интересно нашим соотечественникам. Нинэль, вам большое спасибо, низкий поклон, что пришли к нам. Ничего, что ее у вас так назвать, значит? Да прекрасно. Мне просто понравилось. Да, прям я молодею от одного. Вам большое спасибо, творческих успехов. Дорогие телезрители, не переключайтесь, мы все еще здесь. Дорогие телезрители, не tycker Platform Дворогие телезрители, не Yongleon